Виктор Дмитриевич, что это такое? Обсуждали мы с вами общество контроля, несколько программ подряд. Какие там будут изменения, какие парадигмальные сдвиги в этом постмодернистском обществе. А тут в США протесты. И что их каким-то специфическим образом подавляют? Нет, все старые добрые дисциплинарные методы воздействия. Полиция, армия. Так ведь и повестка у них чисто модерновая. Это расизм, это социальные какие-то требования и так далее. Где же эти сдвиги, если вот такие события в центре мир-системы, как сказали бы последователи Ульярстайна, происходят, а все по стариночке идет? Ну ты сам задал вопросы, сам на него ответил по ходу вопроса, потребив термин «модерн». Ну тут надо понимать, что модерн, который, как известно, зараздился с возникновением, то есть мы много раз говорили, то есть ответ на вопрос достаточно простой для людей, которые занимаются историей, философией или любыми другими гуманитарными науками. А вот для людей, которые этими науками не занимались, вопрос и ответ на него кажутся сложным. Поэтому давай разложим по полочкам. Итак, модерн – это эпоха. Между, и вот тут между чем? Что считать началом модерна? Если условно считать началом модерна открытие Америки, обращаю внимание, тут мы начинаем попадать в искомый объект. Значит, соответственно, у нас есть начало модерна от Колумба, от открытия Америки, от падения Константинополя. Это нас не очень сильно интересует. А в основном, с точки зрения политологии, модерн считается с 1517 года, с того момента, как возник протестантизм. Причем протестантизм возник и дал определенное понятие европейского протестантизма и дал понятие американского протестантизма. Соответственно, американский протестантизм очень связан с тем, о чем мы с тобой, когда договаривались о этой беседе, говорили с философией масонов. И, собственно говоря, сначала возникла идея Соединенных Штатов Америки, а потом возникли сами Соединенные Штаты Америки. Ну, давайте немножко тут уточним, что все-таки возникла эта идея у масонов не сразу, вот сейчас бы на новом континенте свою федерацию основать, а идеалы, в общем-то, черпались как раз из прошлого, из греческих и римских республик. Во многом ты прав, но все-таки надо исходить из следующих соображений, что мы должны тут ввести понятие, попросить зрителей вернуться к прошлой нашей передаче и объяснить, как общество контроля работает в системе «время-деньги». Вот это вот ключевой момент. Давайте сразу для себя определим, что мы работаем в парадигме «время-деньги». Откуда взялось это выражение? Автором этого выражения является, как известно, Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. И масон, по некоторым утверждениям, если брать шведскую, дело в том, что у масонов есть различная система степеней посвящения, самая характерная является шведская система степеней посвящения, она имеет степени очень большие, до 77. И в истории человечества было только три масона, которые имели 77 степень посвящения. В английской просто системе три степени посвящения, поэтому не столь показательно. Вот Франклин был масоном 77 уровня посвящения, один из немногих в истории человечества. Когда Франклину предложили стать президентом Соединенных Штатов Америки, он отказался, потому что для масона такого высокого уровня посвящения, должность президента какой-то там новой страны, ну тогда-то США была совсем новая возникающая страна, это было крайне низко. Поэтому вместо себя он предложил другого масона, мастера, сразу двух масонских лож. Некого Джорджа Вашингтона, кстати, когда Вашингтон принимал присягу президента Соединенных Штатов Америки, на нем было где-то два фартука. Два фартука это как символ, напомню, масоны это вольные каменщики, то есть, соответственно, люди, которые создают что-то, вот что-то создают, оттесывают камень, оттесывают себя, причем под камнем они понимают себя. При посвящении в степень мастера, естественно, происходит так называемый ритуал, который называется хирама-биф, то есть имеется в виду, воспроизводится библейская легенда, обращаем внимание, библейская легенда о убийстве строителя храма Соломона, которого и звали Хирам. Собственно говоря, вот идея хирама, великого мастера, человека, который создаст мир, который мог из камня создать произведение искусства, в этом и лежит идея масонства, которая породила идею протестантизма. Америка, страна абсолютно протестантизко-масонская. И это, вот сейчас многие зрители скажут, куда они ушли, при чем тут протесты? На самом деле это имеет огромное значение, и вот почему. Дело в том, что мы, как люди в основном православные, мыслим совершенно другими категориями. Для нас дело в том, что мы, допустим, можем прийти в церковь, покаяться, мы можем считать, что это событие греха, это событие богоугодное и так далее. В протестантизме ничего подобного нет. Основу, так сказать, для понимания Соединенных Штатов Америки, основой для понимания Соединенных Штатов Америки является, конечно, великая книга Макса Вебера, которая называется «Протестантская этика, внимание, и дух капитализма». То есть протестантизм – это и есть капитализм в особенно развитой форме в Соединенных Штатах Америки. Чем отличается мышление американца от мышления, ну, например, гражданина Украины? В первую очередь, это то, что вы не можете искупить свой грех. Вы можете быть либо избранным, либо неизбранным. У вас должно обязательно быть призвание, то, что у Кальвина называлось берушь. То есть, соответственно, и вы по ходу своей жизни понимаете, есть у вас это призвание, являетесь ли вы избранным богом или не являетесь. А что является с точки зрения масонско-протестантистской концепции понятие избранности? Это то, что в этой жизни вы успешный человек. А под успешностью понимается прежде всего возможность проявить себя в качестве одного из мастеров. То есть, вот тут ошибку многие совершают, которые считают, что только деньги. Нет, вопрос. Тут мы переходим опять-таки, возвращаемся к понятию мастера. В масонских ложах заседали выдающиеся художники, выдающиеся поэты, допустим. Но они считались мастерами. Но мастерами в своей области. Также там могли быть инженеры, выдающиеся солдаты-герои, которые мастера в своей области. Можно немножко уточнить еще, откуда это идет. У Джона Мильтона есть интересные строки в «Потерянном рай», на которые, кстати, и Вебер сам тоже ссылается, говоря о призвании. О том, как отличается этот миф об изгнании из рая. Что для Адама и Евы это было не проклятием трудиться, как у нас, допустим, в православной или в католической культуре. Когда труд – это проклятие, которое лежит на человеке. А там, получается, Бог, изгнав Адама и Еву из рая, он им подарил весь этот мир для того, чтобы они в нем могли начать работать. И вот они, как бы уходя из рая, готовы начать трудиться. На этом Вебер делает акцент, по-моему, очень интересный. Насколько действительно отличается эта трудовая этика от протестантов. Сережа, замечательно. Сережа, совершенно замечательный комментарий. Ты немножко меня опередил, когда я говорил о Хираме Абифе. Я как бы сказал, что масонство, протестантизм берет свои основы, должен был сказать, что масонство берет свои основы от строительства храма Соломона. И первым масоном был Соломон. Однако, именно с учетом того, что ты сказал, ты снял с меня необходимость объяснять, почему масоны считают, что первым масоном был кто? Адам. То есть первый человек. И сам начал совершенствовать себя. А совершенствовать себя можно только будучи... Если ты стремишься к выполнению своего беруфа, своего призвания, становишься избранным, занимаешься самосовершенствованием и так далее и тому подобное. Соответственно, отцы и основатели, как мы уже выяснили, кем были эти люди, создали некое государство с определенной идеологией. И как только мы говорим слово «идеология», сразу же мы говорим. Модерн – это эпоха идеологических обществ. Обычно мы говорим, что модерн закончился по той причине, что он выродился в такие формы, как фашизм и коммунизм. То есть ярко выражены формы интенсивного модерна, так называемого, в виде идеологических обществ XX века. Однако все как-то забывают, что наиболее ярким и первым идеологическим обществом, который в силу ранней идеологии, зародившийся в... Ну, опять-таки, не будем брать от Адама, возьмем все-таки с XVIII века, зародившийся в эпоху так называемого экстенсивного, ну, то есть не чисто идеологического модерна. То есть, собственно говоря, идеологии мир породил три. А именно, идеологию, которую мы называем центризмом, и это очень условно. Это вот идеология, которая идет от идеологии масонов. Идеологию леворадикальную, коммунистическую, идеологию права радикальную, националистическую. Соответственно, Америка воспринималась как некая страна, в которой люди будут жить прежде всего на основе мышления, призвания, избранности и перехода к другим формам жизни только за счет... То есть, если ты избранный, то ты это поймешь. Бог даст тебе это понятие. И, соответственно, лозунгами страны Соединенные Штаты Америки были два, два базовых. Вообще-то было три. Но один из них, как бы, мы больше переносим в другой проект. Кстати, вот тоже считается. А когда же возник интенсивный модерн? Многие говорят о французской буржуазной революции. Главным лозунгом французской буржуазной революции было, как известно, свобода, равенство, братство. Это тоже масонский лозунг, и его использовали в европейском формировании европейского модерна. А два других лозунга использовали в формировании американского модерна. А эти лозунги живут... Живут... Они живут и сейчас, да. Я просто уже начал их говорить. Это лозунги «Живи своим трудом и верь в своего Бога». Причем, обращаю внимание, Бога в единственном числе. В единственном. Не в богов, а в Бога. В единственном числе. То есть, как бы, понимается христианство вообще-то, на самом деле. Но, по-моему, масоны все-таки позволяют посвящать вообще всех монотеистов. То есть, это будет касаться и людей, и мусульман. Правильно. Монотеистические верования, то есть, признаются в американском, скажем, американской форме модерна. Но ключевым, краеугольным камнем является лозунг «Живи своим трудом». То есть, поскольку ты должен быть избранным, у тебя должно быть призвание, ты должен стать мастером. А мастером ты можешь стать только в одном случае. Если у тебя есть возможность осуществления деятельности. А осуществление деятельности называется трудом. То есть, ты должен трудиться над тем, чтобы стать избранным. Ты должен доказать Богу и себе, что ты избранный. От этого будет божественное вознаграждение в виде такой формы. Ну, Франклин задумывал деньги как икону. То есть, ты будешь получать какие-то религиозные практические элементы в виде денег. То есть, сам Франклин нарисовал долларовую купюру. Вот. И она была заложена как идея иконы. Соответственно. Но главное, что это, как говорится, уже божественное вознаграждение за твое стремление к твоему исполнению, твоего призвания на этой земле. Зачем Бог дал тебе жизнь? Для того, чтобы ты трудился. И вот тут мы, пожалуй, поставим запятую для наших друзей и просто поймем мышление американского общества. Это главная ценность Америки. То есть, каждый человек имеет право на труд, то есть, возможность проявить себя, проявить свое призвание, стать избранным. Однако. Ну, это и есть американская мечта, в общем-то. Это и есть. Вот, да. Это упрощенно. То есть, нет. Но многие считают, что американская мечта – это заработать деньги. Но это не так. Это с нашей точки зрения. Сейчас мы объяснили, что такая американская мечта и за счет чего Соединенные Штаты Америки столь успешный геополитический проект. Теперь смотрим развитие, история этого геополитического проекта. Какое количество африканцев было привезено в Соединенные Штаты Америки, доподлинно неизвестно. Но это, скорее всего, не меньше сотни миллионов людей. Соответственно, в связи с этим мы понимаем, что люди еще, ну, давайте возьмем поколение, допустим, за 30 лет, да. То есть, люди еще, там, допустим, пять поколений назад находились в состоянии животного. Реально. На фактор взаимоотношения с миром у представителя африканской расы не могло быть ни призвания, он не мог быть избранным. Он никак не относился к идеалам американского общества. Однако, после известных событий, которые мы называем гражданская война в США, негры получили относительно равные права с белыми. Во всяком случае, как бы было уже принято, что, собственно говоря, они имеют право на труд, то есть не на рабский труд, а на труд, то есть проявление своей избранности и проявление своего призвания. Однако мы помним, что еще в 1968 или 1992 году были большие волнения выходцев из Африки, которые там уже может быть даже в десятом поколении афроамериканцев. Но, тем не менее, существует такое понятие, тоже одно из понятий, которое существует в американском, в американской мечте – это так называемый плавильный котел Америки. То есть, когда туда погружают любых людей, и они принимают американские ценности. То есть, в первую очередь, это «живи своим трудом и верь в своего бога». Но система «живи своим трудом и верь в своего бога» неожиданно столкнулась с противоречиями, во-первых, африканского образа жизни, африканской традиции, африканской религии. Во-первых, африканцы не очень верят в бога, они верят в богов – это раз. Во-вторых, для потомков рабов труд – это насилие. Труд остается насилием. И это называется постколониальным синдромом. Соответственно, все люди, приезжающие в США, и не будучи протестантами, естественно, понимают одну простую вещь. Что, во-первых, ценности Соединенных Штатов Америки, они для нас важны, потому что Америка – это страна наибольшего потребления, а, соответственно, здесь есть возможность. Причина переезда в Соединенных Штаты Америки – это возможность заработать деньги, то есть свободный доступ к этому самому труду. То есть что вам гарантирует Америка? Америка вам гарантирует определенный жизненный уровень, если вы будете работать. Это американский идеал. И, собственно говоря, пока модерн существовал в этой концепции, эта концепция помогла американской протестантистко-масонской концепции идеологии победить более радикальной идеологии левую и правую и остаться в либеральной форме, а там еще вопрос в какой форме бы она оставалась, в либеральной форме остаться как главенствующая идеология, ну, скажем так, золотого миллиарда. Однако внутри этого золотого миллиарда существуют определенные группы, для которых лозунги «Живи своим трудом и верь в своего Бога» отнюдь не являются догмой. Более того, они являются достаточно спорными утверждениями. Возвращаясь к предыдущей передаче и подчеркивая, почему же возникает конфликт в системе, парадигмальной системе «Время – деньги», предложенной Бенджамином Франклином, отцом-основателем Соединенных Штатов Америки, мы переходим к постмодернистской трактовке времени и денег. То есть, время и деньги – это действительно взаимосвязанный процесс, но мы говорили о том, что ваша свобода определяется наличием у вас свободного времени от труда в постмодерне. То есть, если вы, если у вас условно есть там тысяча долларов, вы можете в этом месяце спокойно там кушать и не работать. Вот так это все воспринимает постмодерн. А модерн воспринимает это, ну как, время, деньги, ну совершенно в другом парадигмальном изложении. Живи своим трудом, проявляй себя, стремись к выполнению своей мастерской функции, к своему бюрофу, к призванию, к избранности. Все эти понятия в постмодернистском обществе отсутствуют. И время денег… Вернее сказать, деконструировано. А не пол… да, вот, кстати, постмодернистским термином хорошо ты объяснил. Деконструировано, потому что время – это свобода, это время – свобода, а деньги – инструмент свободы, а не труд является свободой, как в модерне. То есть… То есть Arbeit nicht macht frei, точнее Macht frei ist. Мы понимаем, Сереж, что для человека модерна свобода – это есть возможность выбирать вид деятельности, а для человека постмодерна – свобода – это есть владение некими ресурсами, которые позволяют теме иметь свободный временной ресурс, который в постмодерне значительно важнее, чем в… который в постмодерне важнее, чем в модерне. В связи с этим произошли глобальные изменения, прежде всего идеологические. Казалось бы, такая мелочь, да, вот чуть-чуть, но привело это к изменению. Но вот мы часто говорим о том, что современная левая идея, к примеру, совершенно не соответствует той левой идее, которая заложена в капитале Маркса. То есть она не имеет вообще просто к ней ничего общего. Причем как в обществе модерна, так и в обществе постмодерна. Что такое на сегодняшний день левая идея, как в модерном, так и в постмодерновом обществе? Она также связана с концептом «время-деньги». Концепт, левая, вот это вот, дорогие слушатели, запомните, это мало кто знает. Современная левая идея – это концепция ресурса. Сейчас я попробую самым простым образом объяснить концепцию ресурса. У условного выходца из Африки формально ровно столько же возможностей в свободном модерновом обществе, как и у, допустим, сына миллионера. Формально. Но ведь это же не так. Это же далеко не так. Вопрос заключается в том, что сын миллионера тратит деньги, то есть свой временной ресурс на то, чтобы получить образование. А сыну, допустим, прачке или там условно внуку там прачке и сыну уборщице надо сначала пойти заработать эти деньги, а потом потратить на образование. Соответственно, получается различный стартовый ресурс, социальный стартовый ресурс. Когда общество модерна рассказывает нам о равных возможностях, оно немножечко врет, потому что оно не учитывает постмодернистский фактор времени. То есть то, на что, допустим, сыну миллионера надо потратить условно две секунды, снять деньги с карточки, прийти и заплатить их в университет, сыну, допустим, условного там условной уборщицы, негритянки, надо потратить возможно всю жизнь, чтобы заработать деньги на учебу в университете. При этом дальше же непонятно, потому что возникает следующий этап временного ресурса. Сын миллионера имеет как минимум гарантированную работу в офисах компании, владельцем которого являются его родственники, ну, отец там. А сыну прачки надо достигнуть какого-то определенного уровня, то есть даже учиться в университете, он должен показать выдающийся, выдающийся Беруф, допустим, как маркетолог, чтобы конкурировать с представителем белой элиты за возможность, за возможность получить тоже рабочее место. И вот, соответственно, левая идея заключается в том, что вы нам не выдавайте абсурдные какие-то идеи, которые на самом деле не существуют, а дайте нам в конце концов идеи уравнивания ресурса. То есть настоящее равенство заключается в равном стартовом ресурсе и в равном ресурсе на каждой там ключевой точке жизни. А то вы нам рассказываете, да, каждый негр может стать президентом США. Да, но какая затрата ресурса, насколько меньшим ресурсом обладает представитель негритянского населения по отношению к, допустим, условному там, реднету даже. То есть реднети – это белые, которые живут там, ну, белые фермеры, белые фермеры. Казалось бы, белые фермеры не особенно стремятся к… У них другая форма проявления Беруфа. У них другая форма протестантской этики. Они иначе воспринимают свое призвание. То есть у них вот у меня корова лучшая там в штате. Вот это гордость. А то, что у меня сын там закончил Ельский университет, ну, бог ему судья. Хочет заниматься всякой чепухой – пусть занимается. И тем не менее, сын вот этого вот реднека имеет намного большие шансы, потому что у него ресурс другой, белый ресурс. Сидя в Сан-Франциско с моим другом негритянского происхождения, профессором-социологом, он долго объяснял мне вот эту концепцию, левую концепцию, которая сейчас начинает проникать в протестантское общество Америки. То есть левая концепция – это концепция ресурсов. При этом он говорил мне следующее. Вот ты пойми, я вот профессор, он доктор социологии, философии и истории. Умнейший человек, образованнейший. И он долго мне, значит, мы долго с ним спорили по поводу изменения концепции современного пролетариата, по поводу концепции, левой концепции ресурса. Но после этого был очень интересный момент. Дальше мы пошли по городу, и я почему-то решил повернуть улицу налево. Он подхватил меня под плечо и говорит, туда нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, это черный район. Я говорю, подожди, ты только что мне рассказывал. Он говорит, стоп, а теперь давайте поймем, что все вот эти вот вещи, связанные с протестантизмом, с ресурсом, не являются базовыми в мышлении негритянского населения Соединенных Штатов. Котел, конечно, плавит. То есть мы видим Обаму в качестве президента, мы видим другое, огромное количество афроамериканцев во главе американского государства, руководителей компаний. Но достаточно вспомнить хотя бы движение «За права», ведь оно по большей части в 60-70-х годах было христианским. И большая роль именно чернокожих проповедников христианства играла в том, чтобы можно было добиваться своих прав. Так что тут оно, в принципе, действовало. Котел плавит. Никто не спорит с тем, что котел... Но, тем не менее, в черный район, друг мой, говорит мне профессор Стэнфордского университета, не поворачивай, не поворачивай, не надо заходить в черный район. Недавно в каком-то... Ты же знаешь, я очень часто выступаю на американских радио. В каком-то эфире я рассказывал какую-то историю, связанную с античности. И вдруг ни с того ни с сего сказал, что предки этого... Я не помню даже, о ком я говорил. Предки этого человека были неграми. Раздался истерический вопль в эфире. Виктор Гридович, что вы делаете? Мы хотите, чтобы нашу радиостанцию закрыли? Недавно... Или, допустим, такой момент. Недавно в моей семье произошла большая трагедия. Один мой родственник, будучи врачом, покончил жизнь самоубийством. И его мать находится сейчас... На нее заведено дело в Соединенных Штатах Америки по той причине, что она обвинила негров в том, что они его врача, он врачом был, довели до самоубийства по той причине, что он работал в больнице, как она выразилась, для негров. Еще когда он закончил медицинский институт, и она перезванивала мне и говорила, у нас большая проблема. Мэтью Матвей, да? Мэтью Матвей не смог найти работу в белой больнице. Он будет работать врачом в черном районе, в черной больнице. При этом подумай, какая стерва его геллфренд, она работает типа по его же специальности в центре Сан-Франциско, работает в белом районе и в белой больнице. И когда я попросила свою же невестку, она геллфренд, но она ее невесткой как бы считает, перевести нашего мальчика из черной больницы в белую больницу. Она отказалась, говорит, какое-то время поработает черный, ничего страшного не случится. И вот он покончил с собой, потому что черные его довели. К сожалению, я не общался с Мэтью за это время, но я знаю, что он страшно жаловался, что это просто невозможно ментально, невозможно ментально быть белым врачом в черной больнице в Сан-Франциско. Сейчас мы перешли границу политкорректности. По той причине, что тут вот очень важный интересный момент. Смотрите, когда мы видим рекламу спектакля Анны Каренина, в которой Анну Каренину играет представительница афроамериканского населения, это у нас вызывает сейчас естественное восприятие. А теперь представь себе, Сережа, что мы, допустим, ставим пьесу какую-нибудь о англо-зулузской войне, и я тебе говорю, ты будешь играть роль зулузского императора, и твоя задача как-нибудь справиться с проклятыми англичанами. Ты скажешь, меня что, будут намазывать ваксы? Я говорю, нет, ты будешь белым, белым императором зулусов, и будешь бегать, значит, в набедренной повязке с копьем из щитов. Главное, хорошо руководи зулузскими войсками. Это вызовет истерику, просто смех. И вот этот элемент политкорректности, который заключается в том, что на сегодняшний день надо понимать одну простую вещь, сейчас я скажу крамольную вещь, но эту крамольную вещь сказал мне опять-таки представитель афроамериканского населения, не просто представитель, а действительно профессор Стэнфордского университета, и сказал он дословно следующее. Негры прекрасно понимают, что белые в Америке их боятся. Белые прекрасно понимают, что негры отнюдь не исповедуют принцип «Живи своим трудом и верь в своего Бога». Но политкорректность как бы сглаживает этот конфликт. Ставьте пример по поводу Анны Карениной, негритянки и зулузского императора, которого будет играть белый актер, мне привел именно он. Вот это вот перекос политкорректности. То есть мы понимаем, что мы должны идти на какие-то определенные уступки негритянскому населению, но при этом мы также понимаем, что они понимают, что мы понимаем. Что имеется в виду? Белое население прекрасно понимает, что оно побаивается черного населения. Черное население прекрасно понимает, что белое население их побаивается. Именно побаивается с точки зрения социальной неадекватности протеста вот того которое мы имеем белое население прекрасно понимает что на самом деле большая часть негритянского населения не исповедуют принципы свободы равенства братства живи своим трудом верю своего бога и так далее и тому подобное не собирается строить никакой храм на калме у них остается очень ярко выраженный синдром ну скажем так ну давай скажем вернемся к слову постколониальный у них остается очень сильный постколониальный синдром и это главная проблема кроме того из всего спектра который существует в соединенных штатах америки главным достоинством сша является живи своим трудом лозунг который является в принципе лозунгом общества потребления то есть у тебя всегда есть возможность заработать деньги для того чтобы что-то потреблять поэтому когда нам показывают что участники протестов занимаются мародерством это довольно странно потому что человек который как бы сталкивался с этой с этими людьми он понимает одну вещь во-первых они не поддерживают живи своим трудом во вторых они понимают ну по-своему но понимают концепцию ресурса в левой идеологии он не считает что эти кроссовки или эту гитару как вот это где-то видел какие-то ребята негры мы знаем о высокой музыкальности до людей африканского происхождения вытащили какие-то гитары из магазина и кто-то спрашивает а зачем им гитары как раз гитара и мощи нужны вопрос заключается просто в том что по своему трактуя левый концепт большинство представителей афроамериканского населения приходят к следующим установкам они по-своему трактуют понятие левого ресурса у нас нет отнюдь не рамку задекларированы равные права с белыми они отнюдь не равны отнюдь не равны и нам для того чтобы сделать вот президенту обами чтобы стать президентом соединенным штатов пришлось потратить значительно больший ресурс чем допустим дональду трамп значительно быть более избранным более иметь более развитое призвание скажем так то есть перу в большем скажем так объем при этом есть четыре как бы фактора который по определению я сейчас опять-таки все что я говорю на что нас на чем настаивают все мои афроамериканские друзья что все что они трактуют с точки зрения восприятия афроамериканского населения надо переводить в понятный язык протестантистской или православной логики или католической или католической да то есть другой не их и как они объясняют вот факторы которые на самом деле совершенно являются основополагающими но во первых фактор о котором я говорил что любой черный понимает что белые его побаиваются поэтому любые неадекватные социальные действия это поведение ребенка который заход вон заходит в магазин ритмамаку я хочу вот эту машинку мама говорит нет денег я не куплю он падает начинает бить там этими самыми ногами по полу и в результате мама чтобы не было этой истерики покупает ему машинку то есть на самом деле афроамериканское население прекрасно понимает что подобная детская тактика то есть протесты по поводу казалось бы ничего усиливают возможность сокращения вот как я говорю опять таки нашими они их словами они таким образом уменьшают разрыв в ресурсе они не понимают левой идеологии как таковой но они понимают что у них ресурс они не понимают слова ресурс они понимают что стартовые возможности значительно хуже чем у представителей белого населения второй момент они понимают что методом сокращения разрыва в этом ресурсе является в том числе протестные акции которые должны быть как бы направлены в структуру левой направленности как бы левой направленности второе третье что понимают афроамериканцы они понимают что расизм это не одностороннее движение то есть что имеется сейчас мы приводили пример расизма направленного от белых к черным да то есть мы расизм подразумеваем это белые притесняют черный черный но расизм то может быть и в противоположную сторону то есть поскольку существует синдром который всегда высказывается в виде да моя бабушка бедная должна была унижаться перед вами белыми и так далее и тому подобное а я получил образование теперь я буду набить вас то есть пол колониальный синдром на самом деле является одним из тех элементов вот как говорят сами афроамериканцы до плавильный котел но в плавильном котле можно переплавить металл но есть некие элементы которые переплавить нельзя это например нашу город и вопрос заключается в том что расизм с точки зрения современных афроамериканцев должен быть двухсторонний двунаправленный это должна быть дорога с двухсторонним движением если ты презираешь меня и демонстрирует что я тебе не нравлюсь и ты заставляешь меня тратить дополнительный ресурс для того чтобы я смог проявить свое там и свою избранность а если я признал так сказать условия вашей игры то ты создаешь мне дополнительные условия почему я не должен тебе создавать дополнительные условия почему ваш основополагающий принцип время деньги действует только для вас я всегда должен тратить деньги для того чтобы доказать что я полноценно имею возможность быть избран то есть скажем так если мы говорим о условно супремасизме да то есть направлен до в сторону черных то точно такой же должен быть и направленный в сторону белых то есть мы черная раса превосходим вас мы лучше играем на гитарах лучше играем почему мы должны почему вы продолжаете при бытовом общении демонстрировать нам свое превосходство вы это делаете не просто так вы это делаете для того чтобы мы тратили значительный ресурс для получения возможности проявления своего призвания даже в том же баскетболе а вы при этом там там условные там реднеки которые там корову гордитесь тем что выращиваете живете совершенно низменными чувствами но только из-за цвета кожи имеете приоритетный ресурс опять все что я говорю я говорю язык языком профессора стэнфордского университета но афроамерикан потому что на языке афроамериканцев это звучит совсем иначе в другой системе другой структуре как бы сказали бы постмодернизм и вот теперь мы видим следующее что поскольку произошла деконструкция концепта франклина время деньги то есть время оказывается можно получать и без скажем так труда как такового то есть духовность капитализма стала то есть несколько иной то есть все-таки это возможность использования капитала то есть к пик временем стал капитал а не возможность работать из-за этого произошел естественный процесс который предопределен парадигмальным переходом постмодерну эффективность труда стоимость труда привела к тому что был производственные силы выводились из территории соединенных штатов америки образовался так называемый ржавый пояс соединенных штатах америки сейчас в америке реально 40 миллионов безработных 40 лимонов из работ и далеко не только чернокожих и далеко не только чернокожих но и вот тут и вот тут и вот тут любой чернокожий брат скажет тебе но и в этом статусе ресурс при преобладает у белых то есть если у нас сейчас начнется отчаянная борьба за рабочие места мы черные получим эти места не в первую очередь скажем так мы не будем рассматриваться в равном ресурсе с белыми братьями при этом важен еще следующий момент черное сообщество соединенных штатов америки и сообщества центральной америки все-таки живет в модерновой америки но америка хотя является главной пост модернистской страной но социальные связи там еще модерновые соответственно как вы будете обеспечить как современная америка будет обеспечивать свой ложен к живи своим трудом если вы не можете предоставить возможность жить этим своим трудом кроме того мы понимаем что как такового пролетариата нет то есть вы не можете быть избранным когда вы тут нанялись на работу там нанялись на работу тут чуть-чуть поработали сегодня вы там занимались я не знаю там ну не знаю улицами или а здесь вы водитель а здесь вы там системный администратор а здесь вы преподаватель в университете но получили какую-то наконец должность и читаете там историю кении и и так далее и тому подобное поэтому в америке очень у нас еще все время левое движение опять-таки ресурсы из устный концепт у нас практически неизвестен левая идеология у нас у нас все почему-то считает что левой идеологии нет при этом как бы любой политолог вам легко объяснит что политический спектр он дихотомичен как только появляет появляется право радикальное направление тут же появляется лево радикальное но если оно не находится в информационном поле это совершенно не значит что его нет другое дело что большинство людей когда понимают что левое движение это движение пролетариата пролетариата не существует ну какое может быть левое движение кстати это слышал от очень многих украинских политологов которые я говорю подождите если нет пролетариата от этого же не пропадает левая идеология если возникает допустим когнитариат есть такой термин то есть люди которые временно продают вот мы сейчас вы с тобой выполняем когнитариатную работу то есть мы временно выполняем какую-то работу связаны с когнитивными действиями то есть передаем какую-то информацию и мы эту работу осуществляем временно то есть у нас есть другие работы мы потом уйдем на другую работу но да тут мы стоимость не производим да но мы но при этом есть допустим пролетариат который стоимость производит но он временно наемной работе то есть сам концепт построения беруфа избранности за счет работы на одном месте в пролетарской форме то есть наемным работе она трансформировалась в многосложную систему прикариатную то есть это пролетарий который постоянно устраивается на различные временные работы более того для америки в которой вы устроиться на физическую работу даже на сегодняшний день сложнее чем на работу связанной собственной деятельностью появился термин когнитариат то есть исполняющий временную умственную нагрузку даже не работу а временно умственную нагрузку ну и соответственно левые задаются простым вопросом а ребята а где живи своим трудом деверь своего бога где эти там основные идеи какой храм обив как я могу построить храм за два часа работы по здельщине вы мне вы мне сказочки рассказываете о том что америка осталась в модернистской концепции франклина а на самом деле вы мне предлагаете постоянно выполнять работу где я не могу совершенствоваться вы не даете мне доступ к моей к вашей же религии а уж к моей я не говорю и тут афроамериканские и тут неожиданно мои афроамериканские друзья рассказывают что да это вступает противоречие не только с протестантской религией но и с африканскими верованиями вот вот еще один важный момент который мы понимаем проблема локдауна то есть блокирование то есть мы все в локдауне вот метро перекрыли в киеве был локдаун да мы не можем вы говорите живи своим трудом а вы же не даете мне возможность этим самым трудом жить то есть вы начинаете использовать элементы общества контроля в котором система время деньги работает не по принципу модерна который вы говорите живи своим трудом а по принципу общества контроля когда деньги являются просто возможностью получения времени то есть соответственно как левый спектр так и правый спектр показывает что никаких основополагающих конституционных прав на основе которых строится прежде всего и протестантийская америка не выполняются по той причине что принцип живи своим трудом и верь своего бога то есть будь избранным невозможно исполнить в системе общества контроля соответственно с учетом того что у левых и у правых еще одна глубокая ошибка заключающаяся в том что то движение на улицах которые сейчас мы видим соединенных штатах америки имеет левый окрас это глубокое заблуждение полный спектр полный спектр политический то есть радикально правые радикально левые просто лозунг базово левый во возможность вы нам временной ресурс уничтожили одна из гарантий общества сша это возможность трудиться то есть наличие рабочего места сначала вы наведете тут параллели желтыми жилетами во франции абсолютно те же к тот же концепт что самое интересное тут и тут возникает белое или черное то есть вопрос заключается в том что в украинском обществе мало кто понимает следующие концепты во-первых мало кто понимает концепт духа капитализма по выберу не изучали ну марксизм учили выбора не учили хотя такой же классик мало кто понимает концепт локдауна мало кто понимает концепт супремасизма кстати белые супремасисты также то есть люди с концепцией превосходства до любого гендерного там расового и так далее и тому подобное так вот белые супремасисты активно большой долей то есть по оценкам моих друзей в техасе их не меньше 30 процентов протестуешь потому что их тоже лишили права быть избранными и они отнюдь являются радикально правым белым направлением белом но также также протестуют и радикально правы и черные направления потому что их лишили права большин вот главная концепция правых афроамерикан смотри человек рожденный с черным цветом кожи имеет меньший ресурс чем человек рожденный с белым цветом кожи поэтому ему приходится в основном получать пролетарскую профессию при получении пролетарской профессии он рассчитывает на стабильное место работы для того чтобы выполнялся главный принцип соединенных штатов америки человек мог жить своим трудом однако вы уничтожили пролетариат как класс пред предложив нам допустим как нотариатные формы работы однако парень который там родился в семье допустим автомеханика является автомехаником отсечен от возможности большинства работы по временному найму поскольку он допустим там условно пишется ошибка или не может формулировать свою мысль то есть и вы при этом говорите живи своим трудом так вы же не даете а при этом он великолепно крутит гайки и может починить любую машину но он не может это сделать поэтому вот это вот нарушила именно вот эти нарушения основополагающих принципов сша вывела на улице всех людей которые считают при этом интересно следующее что и праворадикальные в том числе афроамериканские и белые движения считают что принцип ресурса и концепция франклина время деньги страшно нарушаются особенно нарушаются значит четыре концепта опять-таки я говорю языком вот который я попытался в разговоре с афроамериканским профессором стэнфорда перевести его не говорил теми же словами что мы сейчас говорим но это наш язык наш язык они говорят а другие а других концепциях и так причины протеста и их скажем так отсутствие их идеологии вот нам все говорят идеология отсутствует идеология присутствует просто мы ее не понимаем а идеология заключается следующем в америке которая из модернистской страны которая была по страной производителем она стала страной потребителя поэтому трансформировалась сразу несколько классов причем классы которые имеют минимальный ресурс попадания в него то есть имеется ввиду люди без образования фактически пролетарский класс уничтожен он был заменен некими формами которые ну прикариатными да то есть опять таки я не хочу вот эти слова прикариатные произносить то есть временно нанимаем их на работу людей а в этом случае вы нарушаете концепт живи своим трудом в любой момент я могу они устроиться на работу а кроме того даже если я устроюсь на работу то как я могу стать избранным ну давайте еще такой акцент сделаю наверное во многом еще именно политическое уничтожение пролетариата потому что по сути власть профсоюзов которая была очень сильной в двадцатом веке по сути после прихода рейгана профсоюзы политически стали мало что значить и именно это в общем то и позволяет говорить о политическом уничтожении пролетариата где ему просто негде оформить свои классовые требования поэтому именно его нет класса его нет и нам и америка предлагает заменить пролетариат прикариатом и соответственно в этом случае вы не можете выполнять как бы базовый концепт общества американского общества жить своим трудом соответственно в после возникновения новой левой концепции ресурса ее как бы осознали также как осознали что для того чтобы стать избранным надо иметь изначальный базовый ресурс и соответственно вдруг неожиданно возникло следующее понимание что общество не может вернуться концепции время деньги как трактовал ее франклин в качестве отца основателя соединенных штатов америки то есть когда возникает вообще теоретическая возможность локдауна то есть запрещение работать то есть люди могут просто запретить и никого как бы не волнует за счет чего они будут жить как будет перераспределяться собственность и и тут вот принцип время деньги начал работать не в модернистской концепции а после как ты правильно отметил против деконструированной пост модернистской форме у вас есть время сидите дома у вас нет времени это ваши проблемы ну почему кстати все таки момент с перераспределением собственности он становится очень понятным что собственность она как раз будет перераспределяться в сторону тех у кого этой собственности так много то есть вот этот супремасизм он будет иметь вот такое подтверждение и в этом плане получится диссонанс у тех супремасистов у которых собственно нет собственности или они видят как эта собственность от них куда-то утекает вверх по этой иерархии превосходства вот поэтому они бегают сегодня по Хьюстону, уже и по Хьюстону, вернее, сегодня они появились в Хьюстоне. Вопрос заключается в том, что наша передача, я думаю, достаточно сложна для людей, которые живут в православной этике, вот в чем проблема. Нам пришлось очень много поговорить о концепциях, которые связаны, во-первых, с мышлением совершенно другого общества, которое жило и даже в модерне, в другой идеологии. Кроме того, мы используем некоторые концепты, ну вот концепты, которые возникли совершенно недавно, то есть левый концепт ресурса или концепт времени в постмодерне. Наши люди, не то что на уровне среднестатистического, человека на лавочке, наши люди даже, я когда говорю это на каких-то там семинарах или конференциях политологам, они и то не совсем понимают, как бы, о чем речь. Ну сложно, ну сложно. Но вообще постмодернистское время, оно достаточно сложное. Люди хотят мыслить более простыми идеологиями, и поэтому именно, а, нет понимания того, что в протестах участвуют не только левые, не только черные, но и белые, и радикально правые, как черные, так и белые, так и латиносы. Это все люди, которые считают, они не могут это сформулировать идеологически, люди, которые считают, что у них нет равного ресурса в обществе, который не предоставляет им, как раньше, в модернистический период, возможности жить своим трудом, как основополагающий принцип Соединенных Штатов Америки. Кроме того, они также понимают, что концепт Франклина «Время – деньги» теперь, после деконструкции постмодерна и выведения, уничтожения пролетарского класса приобрел совершенно другое звучание. И у них нету этого самого времени. У них нету времени. Они стали понимать, раньше люди говорили «У нас нет денег». Через какое-то время, сейчас, пока они еще до этого не дошли, люди будут говорить «У нас нет времени». То есть вот те люди, которые сейчас ходят по улице и громят магазины, они с одной стороны, вытащив условный компьютер, условную гитару, условную чашку из магазина или кроссовки, он, во-первых, полностью уверен, что он прав, потому что он забирает тот недостающую часть ресурса, который у него отобрали по определению. То есть его нельзя считать мародером, потому что отмародерили его изначально, когда он родился условно в негритянской семье, где Плапа был автослесарем, а мама была уборщицей в офис-центре. Соответственно, он компенсирует свой ресурс. Пока работал принцип «есть рабочее место», ты можешь заработать. Принцип «время-деньги» трактовался совершенно иначе. Сейчас для него, условно, компенсация ресурса – это компенсация времени. Понятно, что те ребята, которые бегают по улице, столь сложный идеологический концепт, который, к тому же, не укладывается полностью в политический спектр. То есть мы же все ждем. Сейчас скажут, что антифа… Ну, антифа – это 3% участвующих, ну, там 10% участвующих и так далее и тому подобное. То есть весь политический спектр выступает активно за, прежде всего, понятие еще раз. Америка не обеспечивает один из основных своих лозунгов «Живи своим трудом». Что противоречит духу капитализма? Дух капитализма в постмодернистском обществе, где нет пролетариата, соответственно, видоизменился. Если вы загоняете людей с минимальным ресурсом, которые не могут получить, допустим, высшее образование или другие преференции, для которых нужно время, еще раз напомню, любой человек в Америке понимает, что учеба в университете – это не только деньги, но прежде всего время, причем, возможно, время, потраченное впустую. Потому что после окончания выше вы все равно попадаете в ситуацию, когда кто-то имеет приоритет по отношению к вам, но вы уже вложили время и деньги. При этом вам предлагается работа в постпролетарских формах. Ну, например, прикариатных формах. То есть вы временно нанимаемый на работу рабочий. Но даже, хорошо, мы даже на это согласились, но вы нам с поверх этого еще и даете локдаун. То есть вы нам запрещаете работу. И как жить? Вот, собственно говоря. И это никак не связано с левой или правой идеологией. Вопрос заключается просто в том, что концепция ресурса, на ней базируется современное левое движение. Но это совершенно не значит, что ее не используют радикальные правые, которые говорят – подождите, я там, условно, белый, я там, условно, там, не знаю, янки настоящие, я там из пуританской семьи, а прабабушка была вообще женой масона. Правда, он не мой дедушка, но это не важно, я же все равно высокий, так сказать, высокий, голубых кровей товарищ. И скажите мне, пожалуйста, а почему меня отбирают мой ресурс? То есть, если левая часть современной идеологии трактует ресурс как необходимость его уравновешивания, то правая часть идеологии говорит, ресурс должен быть сконцентрирован в определенных кругах. То есть, и мы получили сейчас ситуацию, в которой этого ресурса ни у кого нет. И вот эти люди, получается, они те, кому нечего уже терять, нет ресурса, который можно потерять. Да, оказывается, не только пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Но при этом надо понимать одну, две простые вещи. Во-первых, ну, конечно, протесты в Соединенных Штатах Америки будут, ну, скажем так, умиротворены, это однозначно. Но при этом те силы, ну, пока же, конечно, дисциплинарными для того, чтобы перевести их в гарантии контрольных методов. То есть, вопрос будет заключаться в том, что мы должны, то есть, Америка, ломанувшись в постмодернистские концепты общества контроля, забыла об одном, что контролировать можно людей, которые имеют ресурс, то есть, имеют время. А человек, который не имеет времени, у него нет времени. У него, человек, у которого нет времени, у него нет времени для того, чтобы играться в игру под названием общества контроля. Дайте людям возможность физического существования, обеспечьте новые пролетарские классы работой. Причем, опять-таки, напоминаю, на сегодняшний день парадокс заключается в том, что в постмодернизме произошло расширение понятия пролетарского класса. И даже тот же профессор Стэнфордского университета тоже является пролетарием. Только пролетарием умственного труда. То есть, умственный труд тоже стал пролетарским, наемным. И в любом случае ресурс пролетария всегда ниже, чем ресурс владельцев капитала. Условия игры в обществе контроля устанавливают владельцы капитала. Но для того, чтобы тебе, допустим, установили условие, что, допустим, ты кушаешь в 7 часов, ты должен быть уверен в том, в 6.50 не начинать нервничать по поводу того, что ты в 7 часов зайдешь, и тебе дадут, так сказать, миску с вкусной курочкой. Ты должен быть в этом уверен. Можно ли сказать, что мы сейчас переоткрыли вот эту мысль, что, по сути, основанием общества контроля лежит дисциплинарное общество. То есть контролировать можно людей, у которых только уже есть, по сути, высокая дисциплина, которых до этого отлично дисциплинировали. Мы сейчас находимся на том моменте парадигмального перехода, когда элита начинает уже жить концепциями общества контроля. А люди, которые пока... То есть, опять-таки повторяю, все, что я говорю, это сформулировал я и афроамериканцы, имеющие профессорское звание, да, то есть профессора в области социологии. Простой постпролетарий не может это сформулировать, но он это понимает, потому что мисочка-то пустая. И он понимает, что у него нет времени. И тут он понимает, что если в обществе, в модерновом обществе, тебе работа гарантировала то, что ты сам сможешь взять и наполнить эту мисочку едой, ну, заработать деньги, то есть пошел, 8 часов отработал, заработал там условно 100 долларов, пришел, купил курочку, которую ты хочешь. То общество постмодерна иначе воспринимает время. Вопрос заключается в том, у тебя всегда должен быть ресурс временной. То есть тебе могут в любой момент устроить локдаун, в результате которого сама концепция, не то что пролетарская, а даже прекариатная, она, то есть временной работы, она может быть разрушена. А соответственно надо перераспределять сейчас не только воздушные деньги, о которых мы говорили в предыдущей передаче, почему возникает общество контроля, не будем возвращаться, потому что нам сейчас еще час придется объяснять, как перераспределять средства общества контроля. А то, чтобы постпролетарское население, которым сейчас относятся в том числе и условно то, что в Советском Союзе называлось интеллигентство, имели возможность постоянного доступа к ресурсу на каждом периоде своей жизни. Понятно, что стремление к уравнению ресурса – это идея левая. Но мы помним, на прошлой передаче мы обсуждали работы Феликса Гватари и говорили, что каждое соприкосновение с элементом локдауна является элементом общества контроля. Вот Америка впервые жестко столкнулась с элементом шлагбаума, локдауна, который закрылся перед носом. И хочешь, не хочешь, ты вдруг неожиданно понимаешь, что у тебя нет временного ресурса для преодоления этого запрета общества контроля. А то, что дальше будут ужесточаться элементы общества контроля, но это надо вернуться в нашу предыдущую передачу. Просто надо понимать одну простую вещь. Да, мы говорили, до 85% населения Земли перейдут в постпролетарские формы существования. А, соответственно, все время будут испытывать дефицит времени. Вот сейчас люди столкнулись с дефицитом времени и с дефицитом ресурса. Естественно, это крайне тяжело, особенно с учетом того, что ты живешь в центре мира, в Америке, где как раз этого ресурса вроде как с избытком, но общество контроля, оказывается, может отсечь тебя, даже при том, что Соединенные Штаты Америки декларируют там, живи своим трудом. Живи, попробуй. Как? А как? Настигать вопрос? А как это сделать в обществе контроля? И вот когда люди, которые опять-таки говорят, у протестов нет идеологии, у протестов нет общий уровень протестующих, не настолько высок, чтобы сформулировать это идеологически. Но, в конце концов, эти концепты развивали выдающиеся умы современности. Но вряд ли там Макс Вебер бегает там с палкой, пытается украсть гитару из какого-нибудь магазина. А для большинства людей сама книга «Протестантская этика» и «Дух капитализма» – это просто… Ну, они не смогут освоить это знание. И вот как раз постмодернистское общество это понимает. Но оно также понимает, что это возникает из-за недостатка их базового ресурса, а за ответственной недостатка времени. И поэтому мы будем рассчитывать все-таки на то, чтобы все-таки концепты, которые существуют, были правильны. Ну, у человечества в связи с ростом населения и выборами. И все-таки капиталистический дух капитализма найдет другую форму перераспределения ресурсов. А если он ее не найдет, это приведет к росту… Опять-таки многие совершающие, скажем, к росту левых политических настроений. Нет, концепт будет левополитический. Но это будет просто увеличение политической активности. Причем в разбиении на классическую американскую дихотомию республиканско-демократическую оно системно не работает. То есть не может в этой идеологической системе перераспределяться ресурсы, перераспределяться время. Кто-то спросил меня, является ли это концом Америки. Америка сама считает, что модернистской Америке конец пришел давным-давно. И им сейчас нужно определить вот эти вот ключевые точки, ключевые моменты и построить ту Америку, которая выживет, то есть избавится от идеологических форм и перейдет в общество контроля. И должна это сделать иначе идеологические общества, такие как Китай, просто сожрут американский идеал. Надо другая трактовка американского идеала, потому что, опять-таки, один из базовых лозунгов, я это уже 750 раз произношу, «Живи своим трудом» уже не может работать в данных экономических и политических условиях, с учетом того уровня развития общества, которое сейчас существует. Не может Америка, Америка уже давно не считает себя чисто модернистской страной, и поэтому надо искать формы перераспределения ресурса. Чем, кстати, и пытался заниматься Трамп, и поэтому особенно пикантно, что именно он главным объектом, атаки этих людей, которые не могут сформулировать, что у них нет времени не работать, и у них не хватает ресурсов для того, чтобы пережить локдаун. А почему это политические термины? Они это же не могут сформулировать. Поэтому у нас и возникает вот эта безумная идея о том, что протесты не имеют никакое дело. Виктор Дмитриевич, спасибо большое. Поговорили, обсудили протесты. Думаю, нам еще будет много материала для дальнейшего анализа. Напоминаю, наш партнер медицинский центр «Призма», и мы благодарны нашим спонсорам, подписчикам на Патреоне. Оставайтесь с нами, у нас интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!